Доброе утро, друзья! Наконец-то морозы спали и сегодня в первый день, когда отметка термометра показывает минус 13, минус 16 градусов. Конечно, для кого-то это лютый мороз, но после наших минус 30 это Африка. В нашем случае такое потепление, нельзя отпускать и отправляемся на рыбалку в город Средний Ураль, на озеро Иссецкое. А мы, это я и дед нашего оператора, мой тезка Александр. Вот в таком составе мы и прибыли на водоем. Иссецкое озеро находится в 25 километрах от Екатеринбурга. Самый крупный населенный пункт на его берегу – город Средний Уральск. Есть еще три деревни – Копяки, Исеть и Мурзинка. Площадь водоема достигает 24 квадратных километров, но глубина небольшая. В среднем 2,5-3 метра. Это озеро еще называют водохранилищем, но это неправильно. В него впадают многочисленные реки и ручьи, питающие главную реку столицы Урала и Екатеринбурга – река Иссеть. С 2001 года озеро вместе с территорией в 4738 гектаров объявлено ландшафтным заказником. Вот такая маленькая справка. Рыбачат здесь круглогодично. Это популярный водоем среди рыбаков в регионе. Ловят любую рыбу – окунь, судак, щука, чебак, лещ, линь, латва и другие виды. Вот и мы здесь. Осталось только расположиться, поставить палатку, потому как поднялся достаточно сильный ветер. Набурили лунки и ловить. Ну, конечно же, важная часть рыбалки – это общение. Приступили к рыбалке, ждем поклевок. Александр, как часто вы на этом озере? Да, постоянно, в общем-то, последние годы. Зимой каждый год уже сколько лет. Ну, много лет уже. А какую рыбалку больше предпочитаете? Зимнюю или летнюю? Зимнюю больше люблю. Потому что куда хочешь идешь, подальше от людей сел. И рыбачий спокойно. Хочешь, пой, хочешь. Душа поет, как говорится. Ну, на летнюю же тоже так можно. Ну, на летнюю все равно там народ гуляющий ходит всякий. А, тут случайных людей не бывает, да? Нет, тут иногда бывает, правда. Уйдешь вроде далеко, начинаешь плавить, смотрят. Кто-то все равно придет когда-то, что машешься. Ну, в принципе, в основном, всегда попадал. В основном. От толпы ухожу, толпы не люблю сидеть. Ну, рыбалка это одиночное. Одиночное. Увлечение. Тем более зимнее. Я уже говорю, это для души, в общем-то. Не столько нахапать, а вот именно. Все заботы, хлопоты, все невзгоды, все улетают куда-то. Вы удивлены этой палаткой, что она большая, да? У вас маленькая, на одного человека этот зонтик. Ну, да, но я в основном не беру палатку. Я в движении лунок 5-6 прошвырлю и бегаю по лункам. На ночь вы остаетесь? Нет. Был раза 4, не понравилось. Рыбалка, я говорю, именно, глядешь, я там. Не для меня ночная рыбалка. Потому что я знаю, что есть некоторые, которые вообще только ночью будут лоить. На зимнюю и только ночью. А есть, которые ночью не остаются на ночь. Да у меня знакомые есть, такие еще по визу, по визу еще знакомые. На виз ездили. Ну, здесь в основном что уловили? Подлещик, судак, иногда чебака. В основном подлещик, судак бывает. Ну, по-разному. Каждый год по-разному. Крупного не ловил, самый большой на килограмм 200 судака. А так, в основном, 500, 600, 700. Ага. Подлещик тоже каждый год по-разному. То мелочь, то нормально бывает. Ну, сколько лет вы здесь, вот на этом водоеме уже? Ну, с 2000. Первого, наверное, где-то. В основном. Но до этого тоже ездил, только оттуда, с электрочки. Угу. Там ходили молодой был, когда, ну, правильно, там и час пройдешь, ничего. Там же не было, с электрочки вышел. Да водоем полчаса, и там еще минимум полчаса. А то и 40 минут. В мороз стоит ходить или не стоит? Бывает. В мороз лучше берет. Когда он стабильный, когда несколько дней он держится. Да. Я попадал, 28-30, но там пальцы отсыхают. Вытащишь рыбу снимаешь, они же сырые. Угу. Пальцы-то сырые становятся. Угу. Вот для того, чтобы пальцы не замерзали, надо сюда держать сухими. У меня есть, всегда беру это. Трепку. Трепку. Одна из заповедей рыбака. Когда молодой был, не чувствовал кровопрощение, то хорошее было. А сейчас уже не совсем. Сейчас до 14 только морозы езжим. А смысла нету и сейчас. Я смотрю, вот в этом году морозы, рыбалки нет в этом году. Морозы, морозы, морозы. Я пару раз попытался выехать, но смысла не вижу. Мы просидели. И вот сегодня такая сомнительная погода. Вчера 27, сегодня 13. И вот как-то так, на таком перепаде. Мое давление, давление тоже оно здорово выросло. Еще оно позавчера 20 было еще миллиметров. Сегодня уже 40. Поэтому... Поэтому вот рыба, когда вот эти скачки, еще, особенно когда ветер, меняется целый день. Был западный и в круговую, чуть не в круговую меняется. Очень реагируют на это. Ну, я думаю, все равно что-нибудь клюнет сегодня. Попозже. Главное... Главное... Участие, да? Процесс. Чтобы пришли... Поехали. А вы ведете какие-то записи, да? Да. У меня с 83-го года записи. Там еще на визе начинал рыбачить. А что вы пишете-то? Ну, какая погода, где сидел, что поймал. И в этом духе все. Давление пишу какое-то. Давление, да? Да, перед этим писал. Скачет, не скачет, туда-сюда. А сейчас, правда, бывает. Вроде все плохая погода иногда. Наоборот, лучше приют. Вот и поймите. В общем, нельзя ориентироваться на записи, да? Нет. Это общая ориентира. Это для себя. Для себя уже. Ну, а в принципе, примерно-то район-то, по крайней мере, в районе-то примерно в этом держится рыба. В это время, именно в это время года. Допустим, такое число. У меня вот в прошлом году тоже не было клевого в это время. Где-то после 20 января только начало здесь брать. Поклевывать. Ну, сегодня мы поехали на рыбалку. Вы смотрели записи? Записи смотрели. И? Крупного ничего не было. Поэтому, если мы что-то хоть такое поймаем, это уже хорошо. Нет, такое, да. Ловил там. Ерунду-то, я считаю. Ерунда. А так, после 20-го где-то у меня на 500 с лишним грамм, на 400, даже 600 с 7-го грамм. Именно по этому водоем? Да, под блящик. Именно по этому. Вот, а если бы мы поехали на виз сегодня, у вас есть записи по сегодняшнему? Ну, виз. Так это давно было, и там уже все поменялось. Меняются годами все равно. Это шуханок. Я люблю меня тоже. Судак, похоже, судак. Тоже у тебя было? Да. Я сижу, и смотрю, и дергает. Вот, упустил момент. Ну. И главное, он, брат, давит, давит. Вот это. Я сколько замечал на камеру. Очень редко. Слабину, видимо, чуть-чуть дал я. Она же особенно подлещик. Он вот это, когда дергается, она расширяется. Слабину дал, все. Это подлещик, похоже, хороший был. Да, видимо, стая подошла. Надо проверить. Чего у меня там? Ну, ладно. Поплеску, увидели, то... Да, вот, стянул. Вот сразу здесь задрожало. Ну, хорошо, что он не только водой. Это и 230 грамм. Чего у тебя еще дна? Поплеска. Да, да, да. Ну, я же его довел докуда-то. Дергал всего. Сейчас он может не клевать еще какое-то время. Если еще крупный стоит, обычно он не дает мелочи подходить. Ну. Кормится. Когда крупный, надо побольше мормушку, крючок, где больше ставить. Ну, попробуй. Почему вот не замечали? На чертика много сходов-то. Но. Ну, чертиком тоже уметь надо. Ловить его сразу надо подсекать. А я не умею. Так иногда только. Разворачивай. На чертика не ловите? Иногда. Но я еще на белаятке на гвоздик ловил. Чебак. В основном. Чебак, окунь. Бывало в те годы, в прошлый год, позапрошлый, сверху черный, снизу красный я делал. Вот какая леска. Я не помню. Их удачек 6 штук. Все разные. 0,10, по-моему. Я не ставлю сейчас такие. Если она клюет, она 0,16. Ну, если рыбокадье вообще все. Просто толщина лески в основном от мормышки. Если маленькая мормышка, вес маленький, да. Но от толсты она не будет играть просто. Поэтому. А если вес нормальный, я знал рыбокадного. На 0,25 больше других ловил. Ну, правда, давно было это. В советское время еще. Тогда еще не было таких лесок, как сейчас. Обычно, когда поклевка происходит, еще ее не так много. Пока не дашь отдохнуть, лунка, она не берет. Ну да, каждую лунку надо давать отдыхать. Надо. А еще нужно, я заметил, что одну прикармливаешь, а другую нет. И вот быстрее клюют там, где не прикармливают. Может быть. Ну, несколько раз замечу. Вы-то двойные делаете, я-то одинарные делаю. Я-то вам сделал. Вторую. Я по кругу. Ну, ее, конечно, искать надо. Поэтому по кругу делаю. У меня получается 22 шага от лунки. Ну, считай, в одну сторону минимум четыре лунки сделать. В другую сторону уже две лунки, как шесть лунок. По кругу получается. Где-нибудь, да, попадешь. Здесь окуня много? Окуня здесь мало, очень мало здесь. Окунь стоит не здесь. На той стороне. Да, где протоков, да, Вот, с другой стороны и турбаза, и сеть, и там, здесь я вот первый раз смотрю. А все равно с той стороны. Там окунь, но мелкий. Да, камыши. Но у меня недавно знакомый у соловецких на 300 грамм одного пойма окуня. Я сам-то тоже ловил там, кстати. Но это единственный. Есть тут хороший окунь где-то? Два года или три года назад на самотряс сидел вон там недалеко на балансир. Кленов, я уже вытащил его наверное на полкило где-то окунь был. Вот уже вытащил и сошел прыгал, прыгал не успел в лунок в обратно вошел. А на летнюю не ходите? Нет, на летнюю нет. Тут на летнюю крупно окуня. На Белоярке только в основном можешь попасть. А там тоже с берега. А там на машине надо ездить. Или с лодки. На Белоярке часто ловил? Сейчас нет. Раньше ловил частные. С напарником ездили он туда все время. Не со стороны атомной, а с этой стороны с березовской. Попадали всяко и судак и чебак особенно по восьне там воды-то вот стольщика. метр глубина общая чуть больше метра. Вот на такой глубине берет чебак. Попадешь поймаешь. Раньше ездили кучей на вазике на пеналиты. Заберет он нас человек 10. И с той стороны ездили и на 12 метрах рыбачили. Но здесь сейчас небольшая глубина. А здесь везде одинаковая. Три максимально. Чуть меньше трех даже. 2,70 где-то. Три метра. Говорят, где-то яма есть. Вот напротив троп был я там. Там где-то четыре метра есть. Там коряжистое место. Где водозабор-то. Там есть четыре метра. Это я сам попадал. Но туда я не хожу почему-то. Ну, не хочет больше? Надо дать, наверное, доходить этим луком. Стоит ли еще раз закапливать? М? Стоит ли еще раз закапливать? Нет. Просто несколько опарышней брошены на шоке случая. маленку. Закармливать оно не даст ничего, но если съест в прикормку, тогда другое дело. Просто может иногда малинку, мормоши, опарыши бросишь, она активизируется бывает. То есть это все шевелится на дне. Бывает. Для опарыша еще почему? Бывает, что опарыш мелочь не берет, поклевывает. Сейчас подбросил, может быть привлекет. Да, не ожидал. К сожалению, я остался сегодня без рыбы. Зато Александр кое-что поймал. Вот правильно говорят, проведенные три часа на рыбалке в счет жизни не берутся. С вами был Клуб охотников и рыболов. До свидания. Субтитры